18-километровая трасса, 700 человек. Перед лыжниками стоит непростая задача – использовать все свои навыки, чтобы стать чемпионом 51-й манжосовской гонки. В последний день 2020 года в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха собрались все – от мала до велика. Любители, профессионалы, болельщики. От гонки я бы хотела занять призовое место под Новый год. Вообще трасса подготовлена была отлично. Все понравилось, лыжи летели просто. Все хорошо было. Я немного хожу, поэтому мне было сложновато. А так, я думаю, каждый проедет пятерку. Поэтому всем советую попробовать хоть раз в жизни проехать пятерку так на соревнованиях. Помимо высокой конкуренции, спортсмены столкнулись с нелегкими испытаниями. Выиграть гонку – задача не из простых. Но от того соревнования становятся еще интереснее. Миша Волков убедился в этом лично. После четырех лет занятий лыжным спортом решил проверить свои силы в массовом забеге. В результате стал чемпионом 51-й манжосовской лыжной гонки. Говорит, сила воли – ключ к победе. После первого круга я уже продышался чуть-чуть. Чувствовалась усталость, но все равно смог уехать от второго места, от Арсения. От моего друга мы в одной команде занимаемся. Мне кажется, да, сила воли. Ну и, безусловно, хочу поблагодарить тренера, потому что это его заслуга тоже. Он помогал мне поставить технику. Предварительная регистрация, ограниченное количество участников, обязательный медицинский допуск, дистанция на массовом старте. В этом году традиционное соревнование претерпело изменения. Глава муниципалитета Андрей Иванов лично проверил организацию лыжной гонки. Результат порадовал. Для детсовцев это, как я уже сказал, хорошая, старая, добрая традиция – 31 числа собираться все вместе. Даже те, кто не катаются на лыжах и не участвуют в самом забеге, приходят сюда посмотреть, поболеть за своих. Просто понаблюдать за спортивным, красивым спортивным соревнованием и получить вот такой заряд бодрости и энергии буквально на весь следующий год. Тем, кто не смог попасть на популярную гонку, расстраиваться не стоит. Организаторы позаботились и об этом. В этом году предусмотрен дополнительный, уникальный онлайн-забег. Побороться за призы и проверить свое мастерство – время еще есть. Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.